Всем привет! Снимаю видео о своих покупках в магазине FixPrice. Начнем с бытовой химии. Уже не первый раз я покажу вам средство для ванн, которое мне очень нравится. Это марка Homestar. Не первая и не пятая моя баночка. Мне нравится, как это средство очищает именно мою ванну. Она, к сожалению, уже далеко не новая и не акриловая, обычно эмалированная. Есть там какая-то и ржавчина, и еще разные проблемки. Но это средство позволяет мне держать ее в более-менее приемлемом состоянии. Конечно, лучше эту ванну уже давным-давно поменять или душевую кабину поставить. Кстати, этот Homestar подходит и для душевых кабин в том числе. Но у меня пока нет такой возможности, поэтому приходится отмывать то, что есть. И этот гель, это средство прекрасно с этим справляется. Расход у него, ну я бы не сказала, что маленький. Где-то на месяц, на полтора мне хватает такой упаковки. Что радует? Отсутствие явного запаха хлорки. Можно спокойно мыть ванну и при этом не надевать респиратор. Возможно, есть аналоги. Можно купить что-то похожее, столь же эффективное, но более дешевое. Но мне лень искать. Поэтому покупаю в фикс-прайсе за 50 рублей. Также уже не в первый раз я приобретаю гель для туалета, опять же от марки Homestar с ароматом лимона. Но лимоном он не пахнет. Пахнет как-то непонятно, непонятно и чем. Заливаю в унитаз, минут через 10 прохожусь ёршиком. Унитаз у меня новый, слава богу. И он блестит, как будто я его только сегодня приобрела. Классное средство, на самом деле мне нравится. И где-то расход, ну, одна бутылочка на полтора-два месяца. Ну, смотря, опять же, как заливать. Можно от души залить, а можно немного и потом распределить ёршиком. Работает одинаково в обоих случаях. Убивает известные микробы на 24 часа. Ну, хотелось бы в это, конечно, верить. Опять же, имеет аналоги, которые я искать не хочу. Далее, средства для стирки. Повторно приобретаю активный гель PEMOS. Стоит он 99 рублей за объём 1,3 литра. Мне этот гель понравился, но хочу сразу оговориться. Откровенно, грязных вещей в моём доме нет. Я не копаюсь в земле, я не проливаю суп на коленке. У меня нет маленьких детей, которые могли бы чем-то меня испачкать. У меня вещи, в основном, те, которые нужно просто освежить. И этот гель с этим прекрасно справляется. Его расход 100 мл для не очень грязных вещей в случае, если у вас мягкая вода. Если вода жёсткая, расход увеличивается. Если мне нужно постирать какие-то носочки, какие-то маечки не грязные, я беру ещё меньше этого геля. Всего лишь 50 мл. И вещи на выходе чистые. Мне нравится это средство. Конечно, можно покупать подешевле в фикс-прайсе. Продаются в мягких упаковочках VELOR или как-то по-другому называется, забыла. Там получается, что средство работает идентично, но стоит дешевле. Но мне вот захотелось пополнить свои запасы именно этим PEMOS. Что радует аромат? Аромат не яркий из упаковки и на вещах он не остаётся. На вещах остаётся аромат кондиционера, а не моющего средства. Это здорово. В отличие от PERSIL, этот PEMOS пахнет довольно-таки приятно. А далее кондиционер для белья я купила. Первый раз беру вот такую марку Shangri-La. Кондиционер называется Flexi. С такими жёлтыми цветочками. Здесь 1 литр. Пропали мои любимые кондиционеры. Все, какие я когда-либо покупала, остались только дорогие вернели для детского белья. И более дешёвые аналоги, которые мне не нравятся по аромату. Что касается этого, ну вы видите, упаковка пустая, просто потому что я его перелила в другую ёмкость и уже использовала. Аромат я в магазине понюхала, мне он показался странным, какой-то невразумительный. Но потом я принюхалась и поняла, что он пахнет какими-то конфетками. Приятными сладенькими конфетками с какими-то цветочными нотками. Но что могу сказать? На белье этот аромат не остаётся. Да, это очень грустно, потому что сам по себе он довольно приятный. Ну знаете, на безрыбье и рак рыба, так что пришлось брать, что было, срочно понадобилось. Но второй раз, не знаю, буду покупать или нет. Также покажу вам вот такую коробку для обуви. Уже видели вы её в моём последнем видео о покупках FixPrice. Я там покупала две коробки и случайно наткнулась ещё на несколько. Купила опять же две. Вот так выглядит эта коробка в сложенном, ой, точнее, в разложенном виде. И вот такая она, когда вы её складываете. Коробка небольшая, в неё помещается пара кроссовок и не больше. Какие-то ботинки туда уже не поместятся. Размеры коробки 30 на 18 и на 9,5 сантиметров. Хорошее качество, меня оно полностью устроило. Всё хорошо закрывается, всё хорошо собирается. Отличная коробка, я довольна. Ещё бы у них такие коробочки побольше продавались, я бы купила ещё несколько штук. Потому что кроссовок у меня не так много. А вот для ботинок, для ботинок там ничего не представлено. Далее переходим к полезному, кухонному. Наконец-то попались мне на глаза вот эти коврики под посуду из губчатой вискозы. Их размеры 30 на 40 сантиметров. В моих фикс-прайсах были разные цвета, но не было оранжевых. А мне нужны были именно оранжевые под цвет моей кухни. Беру два таких коврика, склеиваю их и кладу на подоконник. У меня кухня небольшая, вместо для сушки посуды немного. Приходится вот таким образом изгаляться, скажем, чтобы много посуды разом намыть и всё где-то разложить. Мне эти коврики нравятся. Они хорошие, они долговечные, долгоиграющие. Я их обрабатываю средством от фаберлика против микробов, против плесени. И они мне служат очень-очень долго. А далее случайно наткнулась вот на такой коврик, схватила его, пришла домой и подумала, зачем, собственно, он мне нужен. Мне вполне хватает вот таких. Ну, вот захотелось. Такой он симпатичненький. Посмотрите, какая прелесть. Он мягкий такой, этот коврик. Правильно он называется подставка для посуды. 28 на 40 сантиметров. Да, сделан он из чего? Верх хлопок, наполнитель поролон, низ сланбонд. Правильно я прочитала? А, нет, спанбонд. Не очень чётко пропечатаны буквы. Вот такой вот этот спанбонд. Сверху хлопок. Очень хорошо на таких ковриках сушить стаканы, какие-то бокалы, мясорубку опять же. Что-то похожее у меня уже есть. Вот купила ещё один. Но здесь нет петельки, поэтому повесить никуда не получится. Ну, пусть пока полежит, потом придумаю, к чему его приспособить. Но мне он нравится тем, что он не из микрофибры. Мне микрофибра не нравится. Вот такой материал очень приятный, даже на ощупь мягенький. Далее купила я для уборки, как обычно, антибактериальные влажные салфетки. Мне они нравятся. Здесь 80 штук. Да, стоят они 50 рублей. В магазине можно найти влажные салфетки дешевле. Но антибактериальных я больше нигде не видела. Только в фикс-прайсе. Я ими протираю всё, до чего дотянусь, о чём уже неоднократно вам говорила. Они хорошие. Если их держать клапаном вниз, они очень долго не сохнут. До самой последней салфеточки остаются влажными. Использую их в основном не только на кухне, но в основном в ванной. Далее понадобились мне вот такие тряпки для уборки. Здесь их 20 штук. И стоят они 55 рублей. Это марка Bonhomme. Покупаю уже далеко не в первый раз. Меня эти тряпочки устраивают. Размер у них довольно большой. 30 на 30 сантиметров. Мне такие огромные тряпки ни к чему. Я их разрезаю каждую на 4 части. И получаю на выходе 80 салфеточек. Люблю я этими тряпками мыть плиту. Очень хорошо они с этим справляются. Мне хватает надолго. Здесь написано, что они предназначены для протирки мебели и бытовой техники. Для мытья кафеля, раковин, стекол, зеркал и так далее. Не оставляют волокон разводов. Да. Можно использовать как для влажной, так и для сухой уборки. Но я только для влажной использую. Мою плиту очень довольна. Также я приобрела универсальные салфетки. Опять же от марки Bonhomme. Здесь их 6 штук. И стоят они 25 рублей. Размеры их 30 на 38 сантиметров. Опять же для меня они слишком большие. Разрезаю на 4 части и получаю 24 салфетки. Тоже экономичные, хорошие. Можно и пылями протереть. И для влажной уборки они подходят. Хорошо впитывают влагу. Опять же не оставляют волокон. Я довольна. Здесь написано, что они легко стираются. Но я их использую одноразово. Убрала, помыла и выбросила. Может, это не очень рационально, но мне кажется, что стирать эти тряпочки, потом где-то сушить, это прошлый век. Далее, что я тут еще интересненького приобрела. Увидела вот такой интересный набор для ухода за оптикой. Сири Home Collection. Здесь три тряпочки. Они все разного размера. Одна тряпочка для очков, вторая для мобильных телефонов, а третья для компьютеров. Но состав у них абсолютно одинаковый. У всех это 80% полиэстер и 20% полиамид. Мне понравились эти тряпочки. Классно, кстати, очищают экран мобильного телефона. Я осталась довольна. Я ношу очки. Да, мне нужна такая тряпочка. Ну и компьютер протереть, конечно, тоже вещь полезная. Они разного все размера. Но их можно... Они взаимозаменяемы, да. Можно вот этой тряпкой протирать телефонно, а этой протирать мобильник. И, в общем, да, или этой протирать экран. Как хотите, так и поступайте. В любом случае, тряпочки классные. Я давно не встречалась, чтобы обычная тряпка так хорошо справлялась с загрязнениями, с какими-то следами от пальцев на сенсорных экранах. Я осталась довольна. Могу порекомендовать, если у вас есть потребность. В таких тряпочках. А далее купила я еще одну упаковочку вот таких шнурочков Happy Food. Шнурки силиконовые, 10 штук. Мой муж насмотрелся на то, как я использую эти шнурки, как выглядят мои кеды с этими шнурками. Ему тоже захотелось. Тем более, что на своих кедах он шнурки не развязывает, так в них влезает. Решил тоже себе такие приобрести. Но те кеды, которые он носит сейчас, даже не кеды, а кроссовки, они очень имеют дырочки на большом расстоянии друг от друга расположены. И эти шнурки, они ему не подошли. Они расстегиваются, когда он обувь обувает. Поэтому шнурочки он вынул. И вот теперь они будут лежать, ждать, куда мы их в следующий раз приспособим. Что можно сказать об этих шнурках? Больше всего и лучше всего они подойдут для женской обуви, либо же для детской. Там, где расстояние между дырочками небольшое, для узкой ноги может быть. На широкую ногу, на большое расстояние не подойдет. Будут расстегиваться. Вставляются они с большим трудом, скажу я вам, потому что посмотрите, какая здесь широкая часть с этой дырочкой. Если тянуть за этот кончик, кончик может оборваться. Такое произошло с одним из моих розовых шнурочков. Но, слава богу, мне понадобилось 8 шнурков накеды, а не 10. Иначе было бы, конечно, неприятно. Но пока полежат. Есть они не просят. 50 рублей, кстати говоря, стоят. Хорошие, симпатичные шнурки, но нужно обязательно смотреть, чтобы они были качественно сделаны. Встречаются, конечно, не очень хорошо обрезаны какой-то обло, еще какие-то проблемы. Так что следите за тем, как выглядят эти шнурочки. Далее я покажу вам вот такую стопку ежедневников. Здесь их 5 штук. Эти ежедневники приобрел себе мой муж на работу. Он случайно в фикс-прайсе взял такой ежедневник, пролистал. Ему очень понравилось, как здесь все расчерчено. Очень ему это показалось удобным. Он купил такой ежедневник. Сейчас им пользуется. И в полном восторге решил, что ему надо еще. И вот такая пачка теперь будет лежать дома. Он предполагает, что ему этих 6 с его ежедневником хватит на 2 года. Вот он уже на 2 года все распланировал. Вперед. А что здесь в этом ежедневнике интересненько? Здесь есть инструкция, как этот ежедневник заполнять. Очень такая интересная. Здесь проставляется дата, время, мотивация на весь день. Можно что-то написать. Потом настроение вы можете свое как-то обозначить. Хэштеги и фраза дня. Каждый будет заполнять как ему угодно. Здесь можно записывать телефоны, какие-то дела, какие-то покупки те же самые. Симпатичный ежедневник стоит 77 рублей. Здесь 128 листов формат А5. Симпатичный. Есть у него зелененькие и вот такие с часами, но расцветок в магазинах намного больше. Пока ежедневники эти из продажи не пропали, он запасся. Далее косметика. Купила я себе вот такое масло. Долго я на него смотрела, честно вам скажу. Но наконец-то решилась. Это масло для маникюра и педикюра. Кто давно меня смотрит, вы знаете, что я небольшой любитель ванночек для маникюра. Но когда я сняла гель-лак, я посмотрела на свои ногти, поняла, что нет, мне срочно нужны ванночки, срочно нужно ногти восстанавливать. И как раз по пути попался и фикс прайс, где продавалось это масло. Делает его компания Мирола. Я думаю, довольно известный производитель. Что могу сказать про это масло? Это называется оно Барбадосская СПА с витаминным комплексом. Натуральные масла интенсивно увлажняют, питают и восстанавливают ногтевую пластину и кутикулу. Витамины А и Е эффективно заживляют микротрещинки, оказывают антисептическое и успокаивающее действие. При регулярном применении масло обеспечит безупречный вид вашего маникюра и педикюра. Подходит для восстановления и защиты ногтей после маникюра с использованием искусственных покрытий, то есть после гель-лака, либо же шелака. Состав мне тоже понравился. Никаких противных ингредиентов здесь нет. Здесь натуральное масло виноградных косточек, авокадо, арахиса, бурачника, эфирное масло лимона, апельсина сладкого, витамины А и Е. Оболочка этих капсул состоит из желатина, глицерина, лимонной кислоты и ароматизатора. Как пользоваться? Набрать в ванночку теплой воды, добавить туда капсулы из расчета 1 капсула на 100 мл. Дождаться пока эти капсулы растворятся и опустить туда руки, либо же ноги на 5-10 минут. Я проделала такую процедуру. Могу сказать, что 1 капсула на 100 мл воды, например, для маникюра, там мисочка обычно и так, миллилитров 100-150. Маловато, нужно больше. Я на миску где-то там было 200 мл, добавила 5 или 6 таких капсул. Их здесь очень много, на самом деле хватит надолго. Почему я добавила больше? Масла мне показалось там маловато. По аромату могу сказать, что лучше не нюхайте, это пахнет неприятно. Честно, неприятно, какой-то застарелый такой аромат, но когда капсулы раскрываются, они начинают пахнуть эфирными маслами. Очень даже приятно. Что касается восстановления, я делала эту процедуру 1 или 2 раза. Я, конечно, эффекта пока что не заметила. Но эффект, как и после любой ванночки для маникюра, кутикула распарена и готовая к дальнейшим процедурам. Так же, как и ногтевая пластина, наносите сверху какие-то масла, либо кремы, и все это лучше впитывается. Так что вещь не скажу, что сильно полезная, но и бесполезная. Я эти капсулки назвать тоже не могу бесполезными, точнее. Мне понравилось. Буду иногда пользоваться. Срок годности большой. Аж до 19-го, что ли, года. Ну да, вот 3 года буду мучить. Надеюсь, домучу рано или поздно. Но капсул побольше добавляйте. Тогда будет, конечно, и аромат приятнее, и, возможно, даже эффект более наглядный. А также я приобрела еще один наборчик, туристический набор емкости для косметических жидкостей. Мне эти наборы понравились. Именно в магазинах фикс-прайса они продаются за 50 рублей, имеют много емкостей, и у емкости маленький объем. Можно добавлять все, что угодно. Сюда и шампуни, и, не знаю, там, средства для интимной гигиены, гели для душа, тоники. Хотя иногда эти крышки, говорят, протекают. У меня таких проблем пока что не было. Самым непонятным для себя, я считаю, вот этот флакон, спрей туда наливать неудобно. Для волос, например, потому что струя какая-то очень узконаправленная. Но, возможно, туда хорошо наливать тоники, и тогда будет удобнее. Но я не пробовала, не знаю. Объемчик каждой емкости, по-моему, 60, да, 60 миллилитров. Также есть емкость, куда можно положить, например, крем, она имеет объем 10 миллилитров. Есть воронка и лопатка. Лопатка мне пригодится, а вот воронка мне абсолютно ни к чему. Туда из любой баночки все спокойно переливается, и не распрыскивается горлышко. Довольно большое. Удобная косметичка. Можно заполнить эти емкости, и в эту же косметичку их положить. Как известно, в багаж, точнее, с собой в самолет, например, можно пронести емкости объемом до 100 миллилитров. А в самолете могут понадобиться и тоник, и что-нибудь еще тоже жидкое такое. Так что полезное, хорошее приобретение. Что радует, упаковки мягкие. Из них удобно добывать шампуни и гели для душа. Так что я довольна. Да, еще одна такая бана. Это такая упаковочка. Что-то из этого обязательно поедет со мной в отпуск. А далее одежда. Как сказать, одежда, нижнее белье. Я уже говорила, что да, я покупаю трусики в фикс прайс. Не вижу в этом никаких проблем для себя. Там огромный их выбор на вкус и цвет. Кому что понравится. Я взяла такие светлые трусики на лето, чтобы под платьем было незаметно. Размер 44 у меня. Они неплохо садятся. Мне они нравятся. У меня такие же черненькие есть. Ну, неплохо. За 55 рублей очень даже неплохо. Да, состав, кстати, какой здесь. Хлопок 95% и эластан 5%. Это хороший состав для белья. Ну, конечно, не вау что-нибудь такое. Но вполне носибельные вещи. Также в одном из фикс прайсов совершенно случайно я наткнулась на... Как его тут вам показать-то? На вот такой топик. На такую маечку. Как это правильно называется? Топ женский, да, это называется. Цена 99 рублей. Я ношу такие вещи. И топики разноцветные, которые я вам показывала в прошлый раз, в прошлом видео. Я очень люблю. И вот такие на зиму тоже мне нравятся. Что у нас здесь? Состав. 51% полиамид, 41% полиэстер и 8% эластан. Размер здесь вот такой. 42 на 48. Стирка уже на 40 градусах. Маечки стираются на 30. Ну, собственно, кроме как постирать, вы с этим топиком больше ничего не сделаете. Спинка вот такая. Вот такая борцовка. Я люблю такие маечки. Мне они нравятся. Я его пока что даже не мерила, если честно. Но в размер я вроде бы должна уместиться. Он не будет меня сильно обтягивать. Опять непонятно, что имели в виду под этим 42. Российский 42 или же европейский. Но все-таки считаю цену в 99 рублей несколько завышенной. Да, и что еще я купила? Я купила футболочку. В фикс прайсе, да, футболочку. Ну, чтобы гулять с собаками. Вот такую беленькую, абсолютно из искусственного материала. Это полиэстер стопроцентный. Беленькая, с забавным таким принтом. Вот такая здесь нарисована девушка. Написано «Бруклин стайл». Вот. Да, буду выгуливать в этой футболке собак. У меня размер 44, и она мне впритык. Хотя я, в принципе, ношу 44. Ну, она, я бы не сказала, что очень сильно тянется. Хлопковая, например, такая футболка тянулась бы намного-намного лучше. Беленькая, симпатичненькая. Стирать ее нужно на 40 градусах. Да, буду вот гулять по своей ржевке в такой симпатичной футболке. Куда-то за пределы своего района я ее, конечно, не надену. Но все-таки у меня немножко другой стиль в одежде. Переходим к еде. Понадобились мне макарошки. Разумеется, я купила паста коллекшн, рожки. Мне они больше всех нравятся. Они хорошо и быстро варятся. Они вкусные. Меня они целиком и полностью устраивают. Тем более, сделаны они из твердых сортов пшеницы. Я не часто ем макароны, но мой муж это делает намного чаще. Я их варю не 7 минут, как здесь заявлено, а 15. Но я все макароны варю 15 минут. Цена пачки 25 рублей. Это очень даже неплохая цена. Зелоги. Также повторно приобретаю соус терияки от марки Хайнс. В Океи такой соус в точно таком же объеме 230 грамм стоит 80 рублей. В фикс прайсе всего лишь 50. Мне нравится мариновать в этом соусе курицу, которую я потом обжариваю, смешиваю с вареной картошкой. Очень такое интересное и вкусное блюдо получается. Главное, что просто и быстро. Так что купила про запас. Довольно. И сам соус очень-очень вкусный. Также я приобрела две упаковки измельченного базилика от марки Ориенца. На каждой упаковке 12,50. В составе базилик и больше ничего. Я его собираюсь добавлять в свои смеси приправ, которые я добавляю потом куда угодно. Во вторые блюда, в супы, куда Бог на душу положит. Объем каждой упаковки 7 грамм. Немного, но я не знаю, сколько этот базилик стоит в других магазинах. Здесь просто он мне на глаза попался, поэтому я его и приобрела. Но мне нравится аромат базилика. А далее я приобрела вот такой чай принцессы Нури лесные ягоды. Стоимость этой упаковки, в которой 20 пакетиков пирамидок, 25 рублей. И состав, конечно, не совсем приятный. В составе черный байховый чай и ароматизатор. Здесь нет никаких ягодок мелких, сушеных. Здесь просто ароматизатор. Ну, потому и цена невысока. Купила для мужа, потому что он единственный в нашей семье пьет черный чай. По аромату из упаковки пахнет просто чаем. А когда его завариваешь, такой легкий аромат ягодок присутствует. Чай насыщенный, чай терпкий, довольно-таки приятный. Но, к сожалению, никаких сушеных ягод нет. Поэтому второй раз я этот чай покупать не буду. Из вкусняшек я приобрела вот такие печеньки. Печенье сэндвич Тимми, суфле плюс желе, клубника, банан. Когда-то я уже пробовала такое печенье. Мне оно понравилось. Ничего особенного, ничего такого сверхоригинального. Просто печенье с начинкой. Немножечко оно такое твердое, оно не мягкое. Что, конечно, грустно. Хотелось бы помягче, чтобы на чокупай, например, было похоже. Но нет, просто печенье. Есть можно, вкус приятный, но регулярно покупать я бы его не стала. Стоит одна такая упаковка, где две печенюшки. Тьфу, да что ж я говорю, 12 рублей 50 копеек. Да, я купила две такие упаковки, одну уже съела. Ну да, 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 здравокрекер. Давненько у меня его не было. На самом деле уже почти месяц, как я сижу без здравокрекера. Приелся, поднадоел, но все равно захотелось, чтобы в доме всегда была хотя бы одна пачка на случай ночного жора, который на меня иногда нападает по ночам. Ой, вкусненькое такое печенье. Мне оно нравится. Иногда бывает не очень сладкое, иногда послаще. Тут раз на раз не приходится. Но результат всегда меня радует. Вкусное, приятное печенье в доме пусть будет. Да, может быть, даже я его не сейчас открою, а через неделю. Но рано или поздно от этой пачки ничего не останется. Ну, собственно, вот и все, что я купила в фикс прайсе. Два раза я там была. Ну, вот такая получилась кучка. Тысяч где-то, наверное, на полторы, может, чуть подороже. Надеюсь, это видео было для вас интересным, может быть, полезным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока!